Приветствую. Итак, продолжение. Истинный энергообмен между мужчиной и женщиной. Может быть, назову еще боги, богини, дети-боги. Так вот, каким образом это происходило? Вот, знаете, чистую физиологию я этого до конца представить не могу, но, в принципе, и я уже много раз говорила, что я глазами не видела, я тоже в это поверить сразу не могу, но, в принципе, я об этом слышала. И вообще, я немножко сниму потом позже видео, как раньше происходило обучение, то есть в классе собирались ребятишки, и они просто вспоминали древние знания. Поверьте, если вы игрок, если вы развиваетесь, то вы, у меня даже сейчас мурашки, этой информацией уже, поверьте, обладаете. Сейчас вы просто вспомните. То есть, когда я про это читала уже давно-давно, и недавно наткнулась на видео, я поняла, что эти картинки я видела. То есть, образ этот не то, что видела в этой жизни, а в предыдущей. Значит, когда мужчина, во-первых, вообще хочу поговорить о позе, да, во время секса какая миссионерская, то есть женщина внизу, мужчина сверху. Это неправильно. Отсюда болезни, опущение стенок влагалища, опущение матки, угроза выкидышей, потому что и вообще вот такой контакт с проникновением, он был именно для того, чтобы был зачат ребёнок. Что происходило? То есть, правильная поза, когда... Это связано почему ещё с тем, что так течёт энергия по телу мужчины и по-другому по телу женщины. Вы можете подробно изучить, как. Я видео даю неподробные, короткие. То есть, когда мужчина сверху женщины идёт, знаете, как отторгаются тела, энергия. То есть, в единое кольцо соединиться эта энергия не может и усилиться. А когда женщина впереди, а мужчина за ней сзади, да, вот лёжа, такая собачка, как собачки там, да, друг на друге, не так. Именно с проникновением происходило у богинь и богов. Это называлось такое скрещивание. Больше вообще ничего про это не скажу. Хотите, изучите. То есть, вынашивание происходило женщина с мужчиной. Все это время были присоединены. Ну, вы сами подумайте, чем. Ну, грубо говоря, вход в матку, шейка матки и пенис мужчины соединялись. Вот у собак бывает такое, да? Они разъединиться не могут. Вот, так же мужчину и женщину такое бывает, если их в половом акте испугали. Тоже это бывает происходит. То есть, пенис мужчины проникает в шейку матки. Все. И закрепляется там. И вот вынашивание происходило. Тоже пуповина из пениса вырастала. В общем, кормил, получается, что ел мужчина. В туалет по-маленькому он не ходил. Вот так.